Встреча с офицером 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 Вот Пальмы Встреча с офицером 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 Неплохое заведение, это блюдо называлось мексиканский завтрак Стоит 11,5 долларов Вы видели, это яйцо с ветчиной Это бобы, это авокадовый соус, это какой-то салат Это сметанный соус, это рис И еще там, может быть, что-то было, что я забыл Но это было все вкусно И да, и кофе туда же входит Достаточно неплохой Всего лишь 11,5, это дешево Но это Сакраменто, это вам не Сан-Франциско, где высокие цены Что-то ветрено, правда, представляете Обычно в Сакраменто всегда жара Но, видимо, не в феврале и не в январе А в январе и феврале В Сан-Франциско теплее, чем в Сакраменто Это удивительно Реально теплее Лютейший ветер в Сакраменто Вот у меня на камере, на самом деле, нет никакой ветра защиты Но это маленькая экшн-камера Мне вот пишут уже уважаемые подписчики Говорят, придумай что-нибудь Я не знаю, может, маленький кусочек поролона как-нибудь приклеить Но, может, тогда вообще звук пропадет Попробую, конечно, что-нибудь сделать Защиту от ветра Иду вот в магазин Винко Фудс Первый раз вижу такой магазин 24 часа работает, что-то удивительно Хочу попить чего-нибудь взять Просто вообще дичайший сушняк Не пил ничего, кроме кофе Сегодня воды попить Огроменный магазин Чем-то мне напоминает Фудфорлесс В Сакраменто цены Как минимум на фрукты и овощи Реально в два раза дешевле Ниже, чем в Сан-Франциско Явлоки 1,48 Ну, не, на доллар примерно дешевле Авокадо на полтора доллара дешевле Камбуча Это типа чайный гриб Я ее люблю Возьму себе камбуча Ладно, возьму себе сюда Пробиотик, лимонад Салаты тоже на доллар дешевле Вот эти я постоянно покупаю салаты Вот это шли Надо воды взять еще Вот полуторушка А вот минеральная вода Я обычно покупаю такую За 2,34 Но есть какая-то местная, наверное Раз она дешевая За 78 центов Попробуем Отличная минеральная вода И всего лишь За 78 центов Самое время ответить на некоторые комментарии Из прошлого видео По поводу домов Спрашивали, сколько люди Выплачивают ипотеку И так далее Вот смотрите, я не знаю, сколько лет они выплачивают ипотеку Но работяги Я там в комментах написал В доме вот здесь, в Сакраменто Где я снимаю комнату Там делали ремонт рабочие Русские рабочие Которые здесь уже с 90-х годов Вот они уже по 5 домов себе купили И сдают их в аренду Но, разумеется, все равно продолжают работать Потому что у них там дети, внуки Всех их надо обеспечивать И так далее Вот Говорят, что Ну, особенно раньше было настолько легко Это сделать Набрать ипотек себе Выплатить И все И у тебя куча недвижимости Вот здесь, реально В Сакраменто И в Сан-Франциско тоже Я знаю много Русских людей Ну, точнее Выходцев из бывшего СССР Украинцев Евреев Молдаван Кто накупил себе Уйму недвижимости Просто кучу недвижимости Ну, собственно, здесь все арендуют Когда ты приезжаешь Без документов Ты арендовать можешь, собственно Только у русскоязычных людей И поэтому Вот ты у них арендуешь И у них дофига недвижимости Они напокупали себе по 5 По 10 домов У некоторых даже тут и по 20 домов есть Ну, это бизнесмены, как правило Но и обычные работяги покупают Потому что зарплата работяги Вот даже сюда приезжают люди Ну, хотя я вот говорил в прошлом видео Что сейчас проблематично найти работу Без документов Потому что такое количество вакансий ограничено Но, тем не менее, даже без документов Люди зарабатывали Зарабатывают там по 30 долларов в час Допустим, рабочие могут зарабатывать И по 50 долларов в час И даже по 75 долларов в час Там в России столько за неделю зарабатывают люди А здесь в час, представляете? Касательно продавцов Мне говорят, сколько зарплаты у продавцов? В Сакраменто Минимальная зарплата 15 долларов в час В принципе, здесь и получают продавцы 16, чаще всего 16 долларов в час Но я думаю, что там есть какие-то премии еще Потому что, ну, люди туда идут Работают Видимо, есть какие-то премии еще 16 долларов в час, пожалуйста Это обычный продавец В Сан-Франциско Минимальная зарплата 17 долларов в час Там за 17 долларов в час В магазине 17 долларов в час в магазине получают Допустим, там, толкатели, тележек Ну, вот эти просто обслуживающий персонал А у продавцов зарплата примерно 18-19 долларов в час И я думаю, опять же, там есть какие-то премии Но все равно 18 долларов в час Это дневная зарплата в России у продавца То есть где-нибудь в пятерочке Продавец только получает в день Может быть, он даже меньше получает в день А здесь в час Но опять же, да, надо, конечно, понимать Что здесь цены немного другие Ну, на продукты цены, в принципе, такие же, как в России Ну, как в Москве Я служу по Москве Особенно, если ты ходишь в нормальные магазины Типа там, вкусвилла Где я постоянно закупал продукты в Москве Только вкусвил нормальный магазин Из продуктовых Ну, и какие-то фермерские рынки То есть там нормальная, вкусная, порядочная еда Вот эти всякие пятерочки Там что еще, перекрестки Ну, там шляпа И непонятно, что продается Просто пальмовое масло И ужас как бы какой-то Причем такое Пальмовое масло техническое Которое просто, не знаю В машину заливать Детали смазывать какие-то Из него пекут печенье Делают салаты Делают сыры Делают колбасу Ну, вообще все Как бы вся еда состоит Исключительно из пальмового масла Но речь не об этом Я говорил о том, что Простой человек Простой человек В США Живет лучше Чем простой человек В России Вот обычный Среднестатистический Продавец В супермаркете В США Может позволить себе Намного больше Он может купить себе Машины здесь есть у всех Там у любого продавца Есть машина Там с 18 лет Говорят, в России Тоже можно спокойно пойти Взять кредит на машину Но простой продавец Не может, как правило Взять кредит на машину Потому что он получает Блин, 18 долларов В день А не 18 долларов в час На что он будет, собственно Выплачивать этот кредит А здесь, пожалуйста Как бы денег хватает Здесь низкие кредитные ставки Легко дают даже вот беженцу То есть я приехал Вот я новый приюз себе Ну не новый, но практически Новый приюз Я себе взял в кредит Спокойно вообще Спокойно И первоначальный взнос У меня был всего лишь Полторы тысячи долларов Ну представляете Как бы Пожалуйста, бери машину Хотя ты еще Фактически без документов Ну тогда у меня уже был И ССН Разрешение на работу И так далее Ну а теперь я уже вообще Можно сказать Резидент ПМЖ у меня в США Уже есть Короче, все круто Ладно, друзья Я вообще не выспался Тут говорю Не знаю, что тоскомканно Наговорил Надеюсь, все нормально Поставьте лайк Пишите комменты Там в следующем ролике Когда высплюсь Отвечу уже полноценно На все комментарии Покажу вам еще и Сакрамента Множество раз И Сан-Франциско Покажу И, надеюсь И другие штаты Покажу Ставим лайки Подписываемся на канал Комментируем видео До новых встреч Тут заправки Многие держат Индусы Вот видите Индус там что-то Шаманит И много магазинов Маленьких Таких розничных Магазинов Принадлежит Индусам День святого Валентина Кругом игрушки Продают на перекрестках День святого Валентина I don't know, I don't listen to a lot of long songs because I feel like I just get ready for the next thing and I I don't know, I usually just prefer shorter stuff but I liked that one so I hope you enjoyed those past two let's see we do have to play some more announcements again, you're listening to Lexus 70 000 стоит вот такой 35 36 000 корова